Всем привет! На днях министр труда и соцзащиты России Максим Топилин озвучил новость, что размер пособий на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет будет равен размеру прожиточного минимума ребенка в регионе. На сегодняшний день в среднем по стране такой минимум составляет около 10 тысяч рублей. Министр уточнил, что в следующем году детей в России по естественным причинам родится меньше. Таким образом, меньше денег понадобится на выплату материнского капитала, дополнил Топилин. Учитывая, что сейчас размер пособия составляет 50 рублей, то, на мой взгляд, новость отличная. Родители смогут больше денег потратить на семейные нужды. Не придется сводить концы с концами, чтобы, например, купить малышу зимнюю одежду. Да и вообще, можно будет многое себе позволить. На, мужик, возьми, спасибо тебе. Не, много. Могу нажраться. Так у меня меньше нету. Придется навжраться. Понятно? Мне непонятно другое. Почему у Максима Топилина такая уверенность, что в следующем году в России должно родиться меньше детей? Безусловно, в 90-е в нашей стране образовалась так называемая демографическая яма, вследствие которой в ближайшие несколько лет в России произойдет спад рождаемости. Но ведь это лишь теория. Топилин – один из кураторов национального проекта «Демография». То есть лицо, которое должно быть, ну, минимум, очень заинтересовано в повышении рождаемости в стране. Поэтому, на мой взгляд, говорят, что детей в следующем году в России по естественным причинам родится меньше, министр как бы даже расписывается в своей профессиональной несостоятельности. Эх, как говорил известный российский политический деятель Черномердин, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вообще непонятно, почему министр решил раскрыть источники финансирования программы по повышению пособий. Вряд ли информация об источниках финансирования пособий на детей, заключающейся в том, что деньги на нее появятся из-за спада рождаемости, способна положительно повлиять на повышение рождаемости в стране. Другой интересный вопрос, вытекающий из комментария чиновника, заключается в том, а что если в будущем показатели рождаемости улучшатся, и материнский капитал снова будет выплачиваться, как и прежде? Тогда пособия на детей в возрасте от полутора до трех лет вновь уменьшится до сегодняшнего уровня? Или, может быть, в поисках источников финансирования вновь повысит пенсионный возраст? Друзья, а как вы думаете, смогут ли россияне преодолеть прогнозируемые в ближайшие годы спад рождаемости по естественным причинам? Или оптимизм по этому поводу больше уже никто не разделяет? Подписывайтесь на канал обо всем с юмором и будьте в курсе последних социальных новостей, и не только. С долей авторского юмора. Спасибо за внимание. Пока.